Короче, пока я фон ушел за хлебом, мы поговорим о Windows Aero. Windows Aero? Да даже и не знаю, что сказать. В своё время это было очень круто и очень красиво. Не только всякие эффекты, но и... О, что? Оно звук имеет? О май гад! Ой, блядь, он уже идёт. Валим! Я не раз говорил, что Aero, который использовался в Windows 7 и Vista, является довольно-таки красивым интерфейсом. С кевоморфизм, закос под стекло, в общем, ништяк полный. Но что, если существует способ вернуть его в современные версии? И да, он есть. Причём для него нам не надо скачивать миллион разных тем, патчей и программ. В то время, когда все гонятся за минимализмом и количеством аниметянок на рабочем столе... Мы, юные любители ностальгии, сделаем шаг назад. Чтобы вернуть Aero, нам понадобится программа под названием Revert 8+. Ссылка на YouTube-канал и сайт автора софта будет в описании. Для её установки нам даже не нужно ничего скачивать. Открываем меню «Выполнить» с помощью комбинации клавиш WinR и вписываем туда команду, которая тоже будет в описании. Начнётся загрузка Revert 8+. После чего откроется обычный установщик. В нём нам предлагается несколько вариантов тем. В стиле Windows 7, Windows Vista, а также модифицированные темы от Windows 8 и 10 с закосом под Aero. В моём случае мы выберем тему от семёрки. Далее нам предлагают установить браузер с темой интернет-эксплорера, либо старой версии Хрома. Установить гаджеты и использовать экран входа от Windows 7 или 8. Также можно установить бутскрин от семёрки. В зависимости от версии софта, пункты в этом меню могут быть разные. После всего этого мы нажимаем на кнопку «Установить», чтобы её собственно начать. Процесс будет длиться продолжительное время, поэтому тут надо подождать. По завершению инсталляции нам необходимо перезагрузить компьютер. И вуаля! Теперь наши окна 10 или 11, смотря на что вы это поставите, похожи на семёрку. Хочу сразу предупредить то, что при каждом запуске системы в углу будет видно окно с запущенными патчами и прочим софтом, что используется для этого превращения. Но оно вскоре пропадает. Теперь я покажу конечный результат. Да, возможно в некоторых мелочах эта кастомизация могла не сработать. Чтобы исправить это, надо ещё раз перезагрузить систему. Кстати о мелочах, тут есть Windows Media Center. Если же вы хотите удалить эту лабуду, то просто ещё раз в окне «Выполнить» введите команду «Изначало видео». После чего появится окно, в котором нам надо нажать кнопку «Uninstall». После завершения процесса деинсталляции, перезагружаем комп. Вот как-то так. Думаю, любителям седьмой винды этот туториал будет весьма кстати. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам нравится такой контент. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!